Всем привет! Это Анима Таня. Не думала никогда, что я такую тему буду делать, но я реально намучилась с чехлами для доски. Сначала у меня очень было много избязей, как-то их чаще всего и встречала. Они красивые избязи, но когда начинаешь их гладить и там их стираешь с периодичностью, все равно они затираются, они рвутся и их тоже нужно с какой-то периодичностью менять. В общем, как-то они натягиваются все где-то с проблемой, потому что у них материал не совсем тянучий, поэтому я думаю, может что-то есть, существует. И вдруг один раз случайно прямо в магазине я наткнулась на такой чехол. Видите, он такой блестящий, как будто металлический. И мне продается, давай рассказывать. Ой, это так хорошо, так удивительно, так интересно, причем продается мужчина. Я такая думаю, действительно, а может быть интересно, а может быть надо попробовать. Чего же я все время бясь-то беру? Я взяла, как раз заменила, думаю, у меня интерьерчик серенький и чехольчик этот серенький, знаете, как будто в тему. Я никогда не знала, что я буду так возмущена. То есть, ну я еще как-то переживала, что вот те чехлы, которые у меня до этого были, ну там какое-то время послужат, ну да, поменяла. Картиночку какую-то поменяла, какое-то разнообразие. Но это просто у меня катастрофа. Вот я сейчас покажу, как он у меня выглядит. Я его купила весной, сейчас осень. Промучилась я когда с ним. Он настолько сильно нагревается, просто какая-то катастрофа. То ли у меня какой-то утюг не такой, я уже не знаю. Вот, в результате он не испортил утюг. Испортил утюг в самый неожиданный момент. То есть, я глажу, уже перегладила там какое-то время, какое-то. Вдруг я ну, наверное, я думаю, что сработал регулятор в утюге, и он до максимума догрелся, ты не можешь это контролировать, пока гладишь. И вдруг я провожу, начинаю гладить рукав, и у меня часть утюга на глади, ну, как бы на материале, на рубашке, и там все нормально. А часть вот здесь. И у меня образовалась вот эта вот полоса. Вот. Сначала первая, сначала я не думала. Потом при другой глажке, видите, ну, я как-то вот пыталась носиком куда-то подлезть, и появилась еще вот такая вот. Ну, вот как можно для эксплуатации, для того, чтобы работать с утюгом, придумать такое покрытие, которое прожигается утюгом? Ребята, ну, это какой-то вот, я не знаю, это запредельно. Более того, я в него несколько раз обжигалось. То есть, у него вот это вот металлическое покрытие, я утюг ставлю, ну, просто вот глажу, чуть задену рукой, оно настолько горячее, оно нагревается. То есть, это реально вот эти вот кусочки, я не знаю, прям реально, как будто фольга сюда вплетена. Я мучилась, мучилась. Ну, еще у него процесс одевания, вот, мне нравится, когда с этой стороны, то есть, с узкой стороны, вот, затягивается. Я говорю, что я мучаюсь? Я очистила утюг, и поняла, что мне просто срочно нужно чехол. Другой чехол. Подошла, стала выбирать. Думаю, ну, что, возьму опять бязь. Я была так настроена. Прихожу, стала смотреть, что там продается, и тут мне попался такой классный чехольчик, он текстильный. Я прям его потестировала сейчас вот на глажке, и хотела выбросить, думаю, не выброшу. Что это за чехол такой? Вот такой вот, вот так он выглядит. Термостойкое покрытие, объемное 3D-плетение, да. Действительно, то есть, у него получается, вот он толстенький, он синтетика, синтетическая нитка, и он какой-то такой пористый. Я сначала думаю, не дай бог, это меня прожгется, знаете, вот такое ощущение, что синтетика же на низких температурах. Но, наверное, это какая-то вот другая синтетика. Блин, как на нем классно. После того, вот после тех мук, нереально на нем классно гладить. Дальше, у него такие значки, что пар насквозь проходит, потому что он дрячатый такой, пористый. Вообще, мне очень понравился, он такой мягенький, мягенький. Так, дальше, здесь, что у нас на первом? Айрмэш. Айрмэш. Город Санкт-Петербург, изготовитель. Чехол изготовлен из материала, произведенного по технологии объемного трехмерного плетения. То есть, представляете, я даже не знала, что такие бывают. Такой способ плетения позволяет создать внутри чехла систему паровых каналов и ячеек для оптимального распределения температуры. Так, дальше. Эффективного отпаривания и облегчения процесса глажения. При отпаривании между вещами и чехлом гладильной доски создается тонкая воздушная паровая прослойка, гарантирующая до двух раз более бережное и эффективное глажение. Может использоваться различными типами утюгов и парогенераторов, работающих при температуре не более 200 градусов. Я вот, знаете, думаю, может быть я инструкцию вот того чехла не прочитала, и может быть там были какие-то ограничения, но, вы знаете, я никогда не думала, что нужно читать инструкцию гладильной к вот этой вот вещи. То есть, я, знаете, так сняла чехол и выбросила. Вот, потому что я не думаю, что у меня утюг, например, превышал каких-то температур. Поэтому, вот так как я наболевшим, напишите, какими вы используете. Потому что я, когда приезжаю в деревню, у меня, меня все время еще заставляют подстилать какие-то эти, там, байковые одеялки, да, чтобы было мягче. Так вот, ребята, вот оно настолько классное, мягкое, вот прям давишь, когда оно прям проминается и такое мягенькое, что никаких байковых не надо. Я такая довольна, и действительно, если я довольна, то я об этом с удовольствием рассказываю. Так, штопор вот здесь вот затянулось, и в отличие от бязи, он мне нигде, знаете, я когда бязью пользовалась, она где-то где у меня ерзала, что вот что-то повешу, а она все равно вот ерзала, ну, из-за того, это отлично натянуто, и у меня вот действительно ушла проблема. Я какое-то время мучилась с утюгом, меня многие спрашивают, какой утюг мне, в результате он меня устраивает, вот, но в нем не видно только, когда уровень воды, вот, насколько, а в остальном он меня устраивает. Так что, ребята, вот такой вот тонкость, которую я хотела рассказать, обратите внимание, может быть, когда вы будете выбирать себе чехол, он, знаете, вот такой неказистый, а мне хорошо, вот под мой интерьер, мне не нужны, я так не люблю, когда вот рисунки на, вот, на вот, я считаю, что это функциональная вещь, никакого рисунка вот этого не нет, вот, не однотонно, это само то, я прямо выбирала, там был какой-то цвет золотистый, какой-то вот бордовый, и вот этот серенький, вот, ну, я не хочу никакие цветы, вот, я не хочу никакие цветы на гладильной доске, мне это не нужно, она не для этого, она не украшает у меня где-то интерьер, я ее погладила и спрятала, убрала. Всем пока, это Таня Матаня на канале Позитивных Идей, это все, чем я сегодня хотела поделиться, надеюсь, моя информация была для вас полезной. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok